Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 946. События дня. Серахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем. И вовек не согрешишь. За 19 июля 2018 года. События дня, наполненные трудом. Это такая неделя. Четверг. Последние недели готовятся загуляевы домой ехать. Они только на 2 недели приезжают из-за Ливии старшей дочери, которая там где-то поступила учиться. Ее надо везти, а этим уже нет. Мать Галина тут все стирает, убирает, работает непрерывно. Работница. Вот утром смотрю. Высокие выросли у меня тут ветлины. А молоденькие совсем видно уже, если только повалясь. Все наклоненные ветром. Главное, роза ветров, как говорят, идет с юга в основном. С юга запада. И деревья наклоненные. Прямо стильно. Пришлось взять лестницу. Утром где-то часов в 5 утра я уже поднялся все-таки. И отпилил ножовкой все. Потом сказал, до завтрака еще собрали все ребятишки. Им это интересно. А там везти-то совсем ничего нет. Ну, я за ними увязался тоже на костер. То есть на пятницу. В пятницу как раз сегодня. Прощальный костер сделать. Главная группа выезжает. Эти тоже уже недолго остаются. Может, если только и останется. Кто так это? Дробат ребятишки. Ну, идем пошли работать на огородчик. Который здесь близко, около пруда. Там все пришлось. Которые наросли деревья убирать. Этим занялся я. Бузина и клен. Все убрали. Одной ножовкой. Володя косой. Вадим Иргалин Духин тяпкой. Дальше остальные тяпками, как есть. Маленько прорубились. А тут после обеда я занялся опять, как всегда, лопухами и крапивой. Растет все буйно. А вечером увидел рядом у меня тут, где балерина. Балерина это такое сооружение трехэтажное. Башня летней резиденции Игнатия Начальника. Вот так. Просятся туда экскурсию. Но придется сводить их им. Интересно, что там есть. Вот там у меня резиденция была. В свое время домика этого не было. А там было. Там я готовился к занятиям. Занятия тематические были. 123 занятия в Потеряевке. Они просили. Это на это в письменном виде обращение есть, чтобы не бросали вести занятия в летнее время. Дети это все видят. И охота им на первую голубятню. А на первой голубятню высокая. 9 метров 60 сантиметров крыша от земли. Ну, это, конечно, все представляет опасность. Ребятишки разные. Ну, ничего. Объясняю, что я им не стал туда воду давать. Они голуби летают, обедают, пьют на второй голубятне, где живем, на чердаке. Вот там очень большое, удобное так место. Я этим калашникам приехал в Марке. Я ему и говорю, как удобно вы сделали. Что сделали? Вы же сами и делали. Что забыли? Что забыл? Даже нужды нет. Ну, кто строит там, всем помогаешь. Больше, другое уменьшено. Говорит, вы и делали это все. Конечно. Не в один день это все делалось. Но все у них хорошо сделано. Молодцы, ребята. Каждый день, помню, помоги их, благослови, Господи. Ну, а тут христианка Марина, ее дочка Полина, Аполлинария, разные перышки собирает. Ну, я утром принес ей от сороки. Она просила от коршуна. От коршуна я не стал трогать. От коршуна у меня только два крыла от кори, которые погиб. А то от ястребов. Ну, они очень похожи. Вот. И она говорит, там, вы мне говорили, что перышки есть там на крыше еще появились. Голубем. Можно полезть? И другой ребенок. И Тимоша маленький. Тату и лев. И тогда все. Это все мы тоже засняли. Там, маленьких браутов. И яйца голубинные. Я один только вывелся. Только-только. И этого подержали в руках. И которые побольше. И которые уже скоро гнездо покинут. Детям все интересно. И поэтому голубяти у меня всегда играли роль воспитательного момента. Удобно очень. Как они держат в руках. Какой он тепленький. Смотрят, любуются, целуют. Это вот все входит в музей. Комплекс. Которым. Вот как так. 45 лет я занимался. Какой такой опыт. Опыт он не то, что просто уникальный. Он единственный. Нигде никогда такого лагеря не было. Никогда. С родителями могут. Родители, бабушки, дедушки. С ними вместе. И все это с животными. И по полям. И узнавать травы, деревья. Чтобы могли пользоваться. Мы все собираем, работаем. Тут никакой эксплуатации. Как привык этим словом играть сегодня. Дети не бездельники. Лагерь трудовой так и называется. И здесь тоже они работают для себя. То, что мы делаем, у нас все для себя. А где я еще возьму? Приезжают. Вот дроботы, четверо ребятишек. И девятый год. Девятый год. И они ни копейки не внесли, ни во что. И у них как бы и нету. А отец их деньги там бывает и пропивает. А мать больная. А ребятишки у меня здесь. И поэтому мы работаем, полим. У нас свой лук там. Какие, что на огороде-то есть. И помидоры, и даже арбузы выращиваем. Все для себя. Все на стол идет. Собираем ягоды, малину. Вчера пошли, собрали. Собрали на стол. Надежда Васильевна пригласила у нее. Смородины, крыжовник. А как, без труда. А когда его учить? Когда ему 18 лет будет, тогда уже не поймаешь. Чтобы пальчиками шевелил. Так всегда было. Всегда. И поэтому у нас дети работают. Ничего такого нету, что нас сажались. А им интересно это. Им все новое и новое показываешь. И они хоть куда годные. Разводов нету. Потому что, почему, сами себя обеспечивают. А на этой основе, когда много чего нету и неудовольствия в семье. А где они не работают? У мусульманов, у буддистов, в горах, на севере. Все работают дети. Ну, как работать? Где нанимают? Там кирпичи таскают на пятый этаж, на стройке эксплуатации. Это мы для себя. И для себя. Вот даже с прудом возимся. Как пруда нету. Купать себе негде. А мы сами это делаем. Они не понимают. У колодца что-то, дорогу там, камушки разлетелись, собираем. По полям здесь же деревня была. И распахали. А там стекла, ну, разное что-то от бывших жильцов. И мы целые кучки насобирали это. А это поле Барабаша. А Барабаш нам там что-то муки дал. Ну, вот такое дело. Сейчас вот экскурсию в воскресенье. Послезавтра намерено в соседнюю деревню. А там бывший наш житель. Потом он стал в том селе Урывка председателем. Сейчас он на пенсии Шерстобитов Геннадий Павлович. У него своя пасека. Посмотреть. Никогда не видели. Как рой, может быть, вылетает увидеть. Хлебины – это рамки для детки, которые делают. Как готовят их пчелы. Дети все это могут увидеть. Сейчас вот две машины мы нанимаем. Ну, машина наша «Газель». Нанимаем, как договорился, кто повезет машину. И другой Алеша там. Два брата Устиновых. И там все заснять, оставить. И вот с утра до вечера работа. Вечером увидели рядом Люба Минаева. Ей скосил Игорь Барабаш Таравута. А теперь надо убирать ее. Она вручную мечет. Ну, и пришли. Тут кое-как где-то грабли набрали, вилы. И кто-то руками сгребает. И мигом все это закончили. А сегодня еще будет у нее второе. Где вот я сижу, на скворечник называется, домик. И он не засеян ничем. А дикие травы растут на этой территории. Прямо внутри деревни, перед глазами. Внутри деревни. Не асфальт дорог, а корм. И трава растет. Необычно так все для людей. Как так? Это же улица. И тут же трава растет. Ее косят, собирают. Коровы едят, идут. И сами обеспечивают себе. Дети все здоровые. Потому что пища здоровая. Спокойно все им это. Кувыркаются там на сене. Все интересно. Ну, и вот утром встал сегодня. Настолько злобных выпадов делают. Прямо ужас как. То есть, а у них ничего нету. Ну, нет ничего. Он сидит один на долгого сиденья. У него мозги путаются у человека. И какую-то картинку поставит. Аватар. Фамилии нет. И там цифры какие-то. Ник. То есть, нуль. А тут каждый день интересно. Выставляют 10-13 роликов. Какие труды начитаны. Есть что послушать. Ну, прям злобятся. Матерками кидаются. Ну, будет суд Божий за все. У нас события. Именно события местного масштаба. Купаться. Вчера, как тянули жеребий. Мальчикам или девочкам. Вчера я отдал уезжать. Уже билеты покупать. Хрисенко на Украину. С Испании. Ирма там прислала. Опять денег. Ну, заботятся люди. Я все это отсчитываю и даю. И там, чтобы в Испании увидели деньги. Пошли по назначению. Чтобы доехать им вдвоем. 22 тысячи. У меня пенсия 7 тысяч. Ясно, что не мое это. Прислали тут. Разменяли на деньги. Вот такие события. Ну, немножко показать еще. Вот. Стихотворение одно. У меня есть. Я к нему большой эпигра сделал. Я не пишу стихи. Писал раньше. Уже лет 10, наверное, прошло. Ручку в руки не беру. Псалом 118, 105. Слово твое. Светильник ноге моей. И свет стезе моей. 2 Петра 1, 19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. И доколе не начнет расцветать день, и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. Какая поэзия. Петр, не рыбак. А то Господь так делает. Я тоже, что я стихотворение насчитывал, но по сути дела как раз и показать. Каждый день утром Володя ведет занятия или Владимир Галендухин. Я тут пояснение даю. Псалом 1, 1, 3. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании разворотителей. Но в законе Господа в воле его, и о законе его он размышляет день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которые приносят плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Иеремеев 17, 8. Ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках, и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной. Листь его зелен, и во время засухи он не боится, и не перестает приносить плод. Ведь и какими другими словами, но то же самое. Теперь я пишу стихотворение, вот по девять куплетов оно, это я написал в пятом году, сейчас восемнадцатый год. На проповедь каждую ночь ухожу, конечно, во сне, наяву проповедовал днем. На море, на суше объекты себе нахожу, и тащит противник к расстрелу, к молчанию гнет. Повыплакал слез, невместитый сосуд, стараясь суметь убедить бестолковых, что скоро расплата, вплотную приблизился суд, предстать на ответ перед Богом моим иеговый. Стучал сапогами нерав в Скандинавии, и в Африке сеял, конечно же, только во сне. Учил дикаре и чернело двуперстное знаменье, за нецеломудрие кожи чугунной краснеть. Теперь наши книги ушли в Антарктиду, в Германии радость от них, в Аргентине уже наяву их терзают, наносят обиду. Признали их, значит, по росту, по чину. На сайте следы, как по первой пороше, в ненастную зиму от птах и зверюших голодных. Десант наших книг к ним в кормушку заброшен, стал лоб мой читателем зрелищем лобным. Сбывают сосны, где украсят их ночью кресты, мой крест благовестия с трудом на чужих языках. Голоса нет с рыбаками на льдине простыл, и ниже лжи распускался, торсы у них без рубах. Все, мне рано вставать, тороплюсь по снопам молотить, спешу все места из писания им указать, учу их Иисуса всем сердцем любить, уверовав, страшно вернуться им будет назад. Моя расторопность не раз выручала, когда в переплет попадал к дикарям. Будильник звенит, упустили ночного причала, я в полночь спущу здесь свои якоря. Ни разу во сне в монастырь к дикарям не прорвусь, царство теней безобразно далеких от жизни. Стучит у ворот к ним две тысячи лет Иисус, но инок без слова не к Богу, к игумену близкий. 4 апреля 2005 года. Вот какие маленькие такие события, но они нас поддерживают, утешают. Желаем блага всем. Храни вас Господь.